Три вопроса по-английски. Мы отвечаем на ваши вопросы. Brought to you by puzzleenglish.com Первый вопрос. Вот мне всегда хочется сказать think about, как мы по-русски говорим, думать о чём-то. А правильно вроде как вместо about говорить of. Вот, например, don't think of elephant, не думая о слоне. А вот на сайте нашёл don't think about it. Ничего не понимаю, какой из них правильный. Варианты think about и think of оба допустимы и правильны. Какой из них использовать зависит во многом от контекста. Можно сказать, что to think about имеет значение обдумывать что-то перед принятием решения. Размышлять, раздумывать, задумываться. Я думал об этом целый день. I was thinking about it the whole day. Если же мысли непродолжительны, неглубоки или не ведут к какому-то умозаключению или конкретному выводу, это скорее think of. Каждый раз, когда я думаю о тебе, то есть представляю тебя, я улыбаюсь. Every time I think of you, I am smiling. Кроме того, think of часто используется в вопросительных предложениях. Что ты думаешь о моих новых ботинках? What do you think of my new boots? В побудительных предложениях почти всегда употребляется think about, потому что есть призыв именно задуматься о чём-то. Подумай об этом, это отличная возможность. Think about it. It's a great opportunity. Но опять же, вы легко можете в фильмах или песнях встретить варианты, которые не соответствуют этим правилам, потому что это разговорный язык. Второй вопрос. Я часто путаю, какое слово использовать, make или do, когда рассказываю о том, что я делала или сделала. А есть ли какое-то правило? Тут скорее не правило, а некая смысловая связь, которую вы будете со временем чувствовать, если продолжите заниматься английским языком. Глагол do используется, когда кто-либо совершает действия, занимается какой-либо деятельностью или выполняет какую-то работу. Do a crossword – разгадывать кроссворд. Do the laundry – заниматься стиркой. Do вообще используется, когда речь идёт о работе любого плана. Do homework – делать домашнюю работу. Do the job – делать работу, выполнять обязанности. Кроме этого, do используется в тех случаях, когда необходимо описать какое-либо действие, при этом не называя самого действия. Я ничего сегодня не делаю, ничем не занимаюсь. I'm not doing anything today. Теперь глагол make. Он используется, когда что-либо создаётся, сооружается, строится. Подразумевается именно процесс создания, делания чего-либо. Make a dress – сделать, сшить платье. Make food – приготовить еду. Make a cup of tea – налить чашку чая. Третий вопрос. Всем привет. Я заметил, что в фильмах иногда на предметы говорят не «ид», а «хи». В одном случае лодку назвали «щи». В другом случае игрушку назвали «хи». Интересно, по какой логике они их доделали? Как они определяют пол? Ведь в английском у предметов нет рода. То, что вы видели в фильмах, это так называемая персонификация неодушевлённых предметов. Есть существительные, которые могут соотноситься с местоимениями «хи» и «ши». Это зависит от отношения к ним говорящего. Это указывает на их большое значение в жизни человека. Например, с местоимениями женского рода традиционно соотносится название судов. Даже если судно названо в честь какого-то мужского пола, то же самое относится и к другим транспортным средствам. Что касается предметов обихода, как с игрушкой в вашем случае, они приобретают род либо исторически сложившийся, либо тот, который даёт им говорящий. У неё есть плюшевый медвежонок, и он очень милый. Присылайте свои видео-вопросы на наш e-mail.